Начало нового учебного года. Самое время напомнить ребятам о правилах дорожного движения. Инспекторы по пропаганде регулярно приходят в Ивановские школы и рассказывают детям, где можно и где нельзя переходить улицу, чтобы не угодить под машину. Самое главное на дороге – внимательность. Когда дети возвращаются после каникул, как правило, они немножко забывают правила дорожного движения и не могут адаптироваться в интенсивной транспортной среде. И происходят дорожно-транспортные происшествия. Так вот, последнее произошло у нас в пятницу. Ребенок пошел в школу, очень сильно торопился и не посмотрел на сигналы светофора, перебежал на красный сигнал. И его сбил автомобиль. Он с разными травмами был доставлен в детскую травматологию. После того, как теоретические знания проверены, самое время приступить к практике. Инспектор Наталья Пешкова объясняет четвероклассникам, как правильно переходить дорогу и показывает самый безопасный путь от школы к остановкам общественного транспорта и обратно. Информацию ребята усвоили хорошо. Надо переходить на зеленый свет светофора. Если нет светофора, но есть зебра, надо посмотреть налево, а потом направо и проходить. Возле каждой школы есть свои особо опасные и безопасные места. Как правильно перейти дорогу около конкретного учреждения, можно посмотреть в паспорте дорожной безопасности. Руководство учебных учреждений разрабатывает эти схемы и согласует их с сотрудниками ГИБДД. Посмотреть схему безопасных подходов в школе как дети, так и родители могут на сайте учебного учреждения. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.